Музею пожарного дела 30 лет. Вместе с ним в 1985 году начал образовательную деятельность и Центр противопожарной пропаганды. Экспонаты собирали, что называется, всем миром. Один из них по специальному заказу привезли в Иваново из северной столицы. Во вторник поздравить сотрудников музея приехали гости со всего региона, в том числе начальник управления МЧС России по Ивановской области. С этим ведомством Центр поддерживает теплые отношения с момента основания. Самое важное это профилактика и наши сотрудники, которые приходят, их соответственно члены семей и просто школьники, жители города Иваново, Ивановской области, посещая выставку, знакомятся с мерами пожарной безопасности. Они знакомятся с историей пожарной охраны, они видят эти хорошо подготовленные стенды и понимают, насколько важно соблюдать меры пожарной безопасности. За 30 лет количество пожаров в области сократилось в три раза. Такой прогресс, по словам сотрудников МЧС, связан не только с работой их ведомства. Это еще и заслуга работников Центра, которые ежедневно рассказывают о правилах пожарной безопасности как детям, так и взрослым. Проводят тематические дни в День памяти погибшим в Чернобыле, проводят в том числе и антитеррористические дни, где рассказывают, как надо вести себя при возникновении террористических актов. В музее множество экспонатов. Самый древний – пожарная телега. Ее нашли случайно в одном из районов области и привезли сюда, где она по сей день является венцом коллекции. На стеллаже предметы, которые пожарные достали из огня. Обугленный телевизор, оплавившаяся компьютерная клавиатура, сгоревшие розетки – все это следствие пожара. А вот такая книга с секретом, наоборот, может стать причиной возгорания. Внутри нее обезвреженное самодельное взрывное устройство. Так сотрудники музея наглядно показывают гостям выставки, что опасность может подстерегать даже там, где ее не ждешь. Этот стеллаж создан как дань памяти погибшим при тушении пожара на Чернобыльской АЭС. И хотя ивановцев среди них не было, о таком понятии, как пожарное братство, здесь никто не забывает. Почему именно вот в этот день мы проводим ежегодную Олимпиаду по пожарной безопасности со школьниками? Мы им говорим об этом подвиге. Ведь вот буквально в первые минуты шестеро из этих 28 получили смертельную дозу радиации. Они в нечеловеческих мучениях умирали в Москве в специализированной клинике в начале мая. Это было в 1986 году. Ну а на протяжении оставшихся лет они умирают один за другим. Нет огня, нет дыма. Они умирают вот от этой страшной лучевой болезни. Посетители музея могут примерить на себя даже спецодежду и в прямом смысле слова почувствовать всю тяжесть профессии спасателя. За долгое время работы музея его гостями стали более 300 тысяч человек. А юбилейной посетительнице руководитель центра вручила памятный подарок.